добрый вечер друзья около восьми часов вечера в кремниевой долине среда и хотел продолжить тему которая вот как-то так началась пару дней назад и продолжает почти каждый день подпитываться разными политическими событиями и эта тема о том будет ли вот то что называется government shutdown то есть ситуация когда 1 октября бюджет не подписан и правительство начинает жить в таком режиме знаете как бы когда нет бюджета вот денег нет то есть с одной стороны там есть всякие возможности по поддержанию жизнеспособности но тем не менее значит просто очень многие сотрудники правительственных учреждений им скажет сидеть дома за эти дни им там наверное не заплатят ну может быть задним числом заплатит когда деньги появятся но во всяком случае вот как то вот так они собственно не то чтобы уж совсем ничего не делали эти люди и в них упираются многие процессы то есть если они перестал этими процессами заниматься это для всей страны как бы большой такой знаете удар кроме того это очень серьезный удар по доверию к стране на валютных всяких рынков на рынках инвестиций на рынках финансирования последний раз когда такое произошло так по серьезному они из принципиальных соображений сказали вот либо голосуем либо и мы голосуем против бюджета либо вы сделаете вот то что мы хотим в этом в этой ситуации понизился кредитный рейтинг соединенных штатов таким образом все займы которые правительство берет начало берет под более высокий процент при том что это было меньшинство и меньшинство говорила мы а мы не подпишем вот а мы не проголосуем и вот возникла такая ситуация значит речь идет о том чтобы добиться выделение средств на строительство забора раз закрыть иммиграцию по green card лотереи 2 закрыть семейную миграцию 3 там еще кое-какие вещи там тоже есть и вот как бы иначе президент не подпишет бюджет и с точки зрения его как бы очень правых таких сторонников вот тоже называется freedom кокус их немного их процентов там 15 может быть в конгрессе сша но они как бы своими вот этими 15 процентами при том раскладе которые там есть они в общем-то имеют возможность блокировать какие-то решения и фактически президент когда да но это самый поддержку это самая поддержка президенту то есть эти с ним до конца поэтому он как бы на них время опирается и он не может допустить чтобы они от него отреклись хуже если они от него отрекутся да да тогда на этом закончится просто все и это единственные вот люди ради которых он там будет что-то делать то есть как бы это не то что президент вот там всей страны но как бы технически всей отрабатывает он вот только с этими то есть него нет обязательств перед всеми перед никакими другими и вот они говорят ему что у тебя было программное требование мы за тебя голосовали мы тебя поддерживали 18 месяцев прошло ты ничего не сделал по иммиграционному вопросу и давай отрабатывай значит ну в конце концов гайдане если ты сейчас этого не сделаешь вот прямо сейчас не сделаешь до 1 октября в конце концов хрен с ним пусть будет шатдаун пусть там пусть ты мы возложим ответственность на тех кто не с нами они с нами не только демократы но не с ними еще довольно много республиканцев там во первых есть республиканцы как бы сказать умеренные которые в принципиально против там скажем сокращение эмиграции семейные например или они не видят никаких проблем с гринкарт лотереи некоторые считают многие считают что иммиграцию вообще нужно увеличивать легальную вопрос там за счет чего и так далее но но в общем то то есть это это как бы существенное меньшинство в самой республиканской партии так диктует и они говорят пожалуйста вот значит те кто не с нами тогда вот мы на них свалим там и все так и все было бы ничего если бы не выборы которые практически через месяц после там 1 октября не помню там какого-то числа третьего в общем это вот вот месяц реально месяц если там в течение допустим нескольких недель перед выборами вся страна будет говорить только о том что значит государство осталось без бюджета и так далее и так далее как это повлияет на итоги выборов и так в общем то опросы всякие показывают что отвечая на вопрос за кого вы будете голосовать имеется в виду в партийном плане да не не конкретного человека давайте мы пропустим девочку вот значит не а в партийном плане и вот в партийном плане если там пару месяцев назад четыре процента имели демократы преимущественно на их стороне были четыре процента сейчас уже восемь процентов на их стороне и как бы тенденция такая ну абсолютно не не так чтобы вот знаете ва-банк идти очень многие республиканцы достаточно многие республиканцы которые сейчас будут переизбираться они находятся в таких как бы избирательных округах в которых смешанная очень аудитория хорошо быть таким экстремалом когда у тебя весь округ твой такой и они с тобой а когда у тебя округ смешанные когда у тебя и такие сики так можно и улететь куда-нибудь и так уже слава богу они там благодаря президенту и поддержки его у них уже позиции ослабляются во многих местах а тут еще значит и вот это поэтому руководство республиканской партии говорит трампу не надо сейчас это делать перед выборами не надо больше того за пару дней до того как трамп сделал вот этот твит недавно дня о том что вот он хочет вот этого он хочет шандал за два дня до этого председатель республиканцев в сенате до господин макконн он сказал что вообще и вопросы стены сейчас не актуальны сказал он это не не то чтобы там как-то нам сильно это не первоочередная задача опрос был на днях по поводу отношения американцев к стене и к легализации значит детей которые сюда привели в несовершеннолетнем возрасте по поводу стены а 50 что-то там четыре процента против стены 41 процент за стену что касается легализации вот этих молодых людей среди республиканцев процентов 75 за их легализацию за то чтобы они получили путь к гражданству пройти не вообще нет не депортирую а получили путь гражданству то есть существенно можно сказать подавляющее большинство республиканцев за это а демократов так там и вовсе поэтому значит вот вот такая ситуация с этой со с этим самым делом то есть не то чтобы это какая-то популярная мера ни та ни другая то есть если вся страна считает что нужно их не оставить в покое этих пацанов так чего ты тогда устраиваешь тут так такое шоу интересно да и в даем эту путевку в жизни все из-за чего весь сербан сербон значит но республиканское начальство как бы боится боится что вот сейчас выборы будут и и все а трамп и как бы трамп он не то чтобы там категорически их противник но то есть он он прислушивается с другой стороны он не может не прислушиваться к тем кто собственно его избирал его не избирала партийное руководство никак он был избран вопреки партийному руководству поэтому тут такая сложная у него ситуация самое интересное что точно в такой же ситуации перед точно такими же выборами 2014 году вот не в 18 а в 14 точно в такой же ситуации оказался президент обама он никак не мог добиться от конгресса принятия иммиграционной реформы и тогда он сказал так что я раз такое дело значит если они свою работу делать не хотят а там получилась такая история мы сто раз об этом говорили но история была такая что в сенате прошла совместными усилиями республиканцев и демократов прошла реформа ее должны были в палате представителей обсудить и в палате представителей было большинство чтобы ее принять большинство было но республиканцы которые имели большинство в палате представителей которые имели так сказать пост руководителя палаты представителей не отказались ставить это на голосование. Они просто отказались ставить на голосование закон, который имел большинство голосов, и уже давно бы эта стена стояла. Ну, ладно, значит, короче, что произошло с Обамой? Обама сказал, раз такое дело, раз они свою работу делать отказываются, тогда я своими средствами сделаю президентский указ, вот точно так же, как он сделал президентский указ по даковцам, по вот этим молодым людям, которые привели в несовершеннолетнем возрасте в страну нелегально, точно так же он сказал, я сделаю указ о легализации родителей, чьи дети родились в США. И это худо-бедно легализовывало примерно 5 миллионов человек, половину из тех нелегалов, которые тут были. 5 миллионов человек. Он, собственно, этот указ сделал, но там потом сделал. Но в тот момент республиканские, ну, как бы начальники, я извиняюсь, демократические начальники, начали на него давить, и стали ему говорить, послушай, он обещался к августу это сделать, ему говорят, не надо вам к августу ничего делать, потому что в ноябре выборы. И тут вот, значит, мы как бы дадим возможность республиканцам нас атаковать, у нас есть многие там депутаты, избранные из таких мест, где это может перевесить в ту или иную сторону, туда-сюда, и Обама сказал, ну, хорошо, сказал он, не будем делать до выборов. Не будем делать до выборов. И что само по себе, на самом деле, тоже интересная логика. Если страна нуждается в чем-то, а ты говоришь, ну, я тогда пока подожду, пока выборы, ну, ладно, хорошо. Значит, он именно отложил из-за того, чтобы не влиять на выборы. Это не повлияло на выборы. И выборы демократы проиграли, причем так, хорошо проиграли. Выбор. Таким образом, значит, что мы имеем? Вот Трамп, да, смотрите, вот Трамп смотрит и говорит, вот была принципиальная позиция, и я сказал, ну, подождем, ну, после выборов, так это, оказывается, повлияло плохо. Многие демократы говорили, если бы Обама пошел до выборов, то это привлекло бы там на выборы латинос каких-нибудь, которые хотели это поддержать там и так далее, а вот он не сделал и так далее, и так далее. Иди задним числом разбирайся. Но, в общем и в целом, показательная такая штучка. Вот есть сегодня как раз статья в Вашингтон-Пост, где они сравнивают с тем решением, что Обама принимал, и говорят, вот непонятно, как отреагирует, значит, там Трамп, что он, какое решение он примет. Вот это подвешено в воздухе, вот этот вопрос, то есть он, он висел и раньше. Ну, так он раньше висел, как бог знает где там далеко, может быть что-то. И стоило мне вот на эту тему поговорить там один раз, как, ну, совпало по времени, конечно. Вот, как вдруг понеслось, и там чуть ли не каждый день новости по этому вопросу, и все это прет, и прет, и прет, и прет, и вот каждый день какие-то там новые, значит, новые дела. Но, как бы спекуляции, тот сказал, этот сказал, со всех сторон что-то сказали и так далее. Но, в общем-то, такое шоу, как бы апофеоз такой, знаете, политической самодеятельности. То есть, с одной стороны, как сказать, с одной стороны, это шорох такой невероятный, с другой стороны, это как бы они рассматривают как возможность все-таки продавить какое-то решение. Я не думаю, что есть возможность продавить. Вот я не политический обозреватель, абсолютно. Я вам просто рассказываю, что вокруг происходит. Я не могу делать предсказания. Значит, я просто могу сказать, что пишут на эту тему, что говорят, и могу сказать, что я думаю. Значит, я думаю, что с точки зрения демократов было бы мечтой, а не даже мечтать. не надеются даже мечтать о том, чтобы иметь возможность свалить на Обаму вот это вот захлопывание страны, захлопывание бюджета. По вопросу, по которому он не может провести ничего в Конгрессе США, он не может. То есть, полная несостоятельность. Вот он пришел с платформы, у него большинство в обеих палатах, а он не может провести реформу. Он с собственной партией договориться не может. И что он делает? Он не потому, что с демократами конфликт. Он с собственной партией договориться не может. С собственными конгрессменами. И с собственной партией. Что он делает? Он захлопывает страну. Он лишает ее бюджета. Понимаете? Значит, это влияет и на нашу обороноспособность, это влияет на, я не знаю, на все программы социальные, которые есть в стране, там, прямо или косвенно, и так далее, и так далее. Ради чего? Что он демонстрирует? Понимаете? То есть, это же страшные вещи. И я бы на месте демократов только радовался, если бы он пришел в это состояние. Поэтому, или привел бы страну в это состояние. То есть, каким мощным это было бы ударом по республиканцам во время выборов. То есть, понятно, что те, кто голосует за республиканцев, будут голосовать за республиканцев. И за те, что за демократов, за демократов. Но решают-то все голоса независимых. И вот эти независимые, да, вот они в данном случае вот и как бы должны определиться. Ну, в общем, такая вот история. Я просто, раз начал говорить на эту тему, то я и продолжаю. Поэтому, друзья, счастливо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин